Коллеги, очень важный пример самого серьезного отношения к признакам провокации дает нам Верховный суд. В частности, это только в частности, существует обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и других запрещенных предметов от 27 июня 2012 года, в котором Верховный суд обращает особое внимание на следующее. При этом Верховный суд цитирует решение Европейского суда по правам человека, но подтверждает свою правовую позицию, аналогичную решению ЕСПЧ. Итак, по делу Банникова против Российской Федерации от 4 ноября 2010 года Европейский суд подчеркнул, это я цитирую Верховный суд, что в тех случаях, когда обвиняемый утверждает, что в отношении его имела место провокация на совершение преступления, суды, рассматривающие уголовные дела, должны тщательно исследовать материалы уголовного дела, поскольку для того, чтобы судебное разбирательство считалось справедливым по смыслу пункта 1 ст. 6 Европейской конвенции, Все доказательства, полученные в результате милицейской провокации, подлежат признанию недопустимыми. Это особенно важно, когда оперативные мероприятия проводятся в отсутствии достаточных правовых оснований, то есть имеется в виду нарушение ст. 7 ФЗ Аборда, и без соблюдения необходимых гарантий. Это имеется в виду ст. 8 Федерального закона и другие нормативные требования. А также, даже если соответствующая информация и не включалась в материалы уголовного дела, и не признавалась допустимой в качестве доказательств, обязанность суда, внимание, изучить жалобу на провокацию и обеспечить в целом справедливость судебного разбирательства, соответственно, вся необходимая информация, особенно касающаяся предполагаемых подозрений о прежнем поведении заявителя, должна быть полностью открыта для суда или исследована в состязательной манере. Оперативные сотрудники и свидетели должны дать показания по вопросу провокации, должны быть заслушаны судом. Какие выводы и рекомендации из этого обзора? А я не случайно сначала привожу обзор, и в этом обзоре ссылку на решение ЕСПЧ. Итак, какие основные выводы, коллеги? Казалось бы, эти рекомендации для суда, для судов, для судей. Но мы должны взять это на вооружение. Если по вашему делу в производстве или по материалу усматриваются признаки провокации, вы усматриваете сами, или особенно, если сторона защиты заявляет о провокации, вам, коллеги, необходимо провести тщательную проверку, следственным путем, проверку доводов этих жалоб. В том числе, необходимо допросить оперативных сотрудников, содействующих лиц, если они рассекречены и дают показания в качестве свидетелей, например, поручить проведение оперативных мероприятий и тем самым ответить на жалобу и ходатайство самым подробным и тщательным образом в результате проведения, так сказать, расследования внутри вашего расследования. Ни в коем случае недопустимы вот эти стандартные ответы, когда адвокат или обвиняемый направляет вам жалобу и ходатайство, а вы просто пишите, законные обоснования, проведение ОРМ законные обоснования, проведите расследование, коллеги, не допустите направления в суд уголовного дела с признаками провокации преступлений. Будет намного хуже, чем если вы сами примите решение о прекращении уголовного преследования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова